Заявку на получение статуса кандидата на членство в ЕС Украина подала на пятый день полномасштабного вторжения российских войск. Еще в конце мая украинская дипломатия заявляла о том, что в Европе остались страны-скептики, которые не готовы отдать свой голос за такое решение. А уже 17 июня Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. По мнению комиссии, Украина четко продемонстрировала стремление и решимость страны соответствовать европейским ценностям и стандартам. Украина еще до войны встала на путь в Европейский союз. Вот уже восемь лет она постепенно приближается к нашему союзу. С получением статуса кандидата Украина должна будет выполнить семь требований. Среди них реформа Конституционного суда, продолжение судебной реформы в целом, усиление борьбы с коррупцией. В этот пункт входит избрание нового руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры и нового директора Национального антикоррупционного бюро. Необходимо будет принятие закона о борьбе с так называемым «отмыванием денег», имплементировать антиолигархический закон, учредить независимого регулятора СМИ и завершить формирование законодательства о нацменьшинствах. В конце года Еврокомиссия проанализирует выполнение Украины этих требований. Кандидатский статус означает, прежде всего, экономическое сотрудничество на качественно новом уровне. В частности, возможность получения доступа к специальным фондам Евросоюза, которые помогут профинансировать улучшение социально-экономической ситуации в стране, что в свою очередь поможет адаптироваться к стандартам Евросоюза. Также процесс евроинтеграции очень важен для поддержания духа украинцев в эти трудные дни. И факт восприятия Украины в качестве равноправного партнера ЕС был бы хорошим сигналом поддержки. Вместе с необходимыми Украине реформами статус кандидата принесет стране и беспрецедентную финансовую поддержку на послевоенное восстановление. О точных суммах станет известно после утверждения дорожной карты. Однако, как говорят представители украинского правительства, речь идет о миллиардах евро. После принятия этого решения приоритетным будет вопрос обновления Украины, построение новой инфраструктуры, поддержка украинской экономики и, безусловно, завершение войны с мобилизацией дополнительной военной поддержки. Статус кандидата, кроме важного политического сигнала, предоставляет Украине совершенно другой статус в отношениях с Европейским Союзом. В частности, мы, как страна-кандидат, получаем доступ к структурным фондам Европейского Союза. Кроме того, Украина сможет полноправно участвовать во всех программах и инициативах ЕС. Законодательство страны в сфере регуляции частного бизнеса будет синхронизировано с европейским. Это поможет привлечь иностранный капитал после окончания активной фазы войны. По словам экспертов, то, что Украина так быстро пришла к получению статуса кандидата в условиях войны – еще один мощный политический сигнал поддержки со стороны Европы. У Европейского Союза опыта предоставления статуса кандидата в стране, которая находится под постоянными обстрелами в горячей стадии войны, такого не было. Практически не с чем сравнивать. Это действительно беспрецедентная ситуация. Правда, что после победы и завершения войны действительно нужна будет возможность для отстраивания городов. Но тоже надеяться, что Украина стала кандидатом в ЕС и Россия сразу отступила. Россия утверждала, что никто нас никогда не ждет в Европейском Союзе. А это будет доказательство обратного, что Украина избрала цивилизованный европейский мир и нас там ждут и нас хотят видеть там. Поможет кандидатство Украине в сфере обороны. Финансовые программы предусматривают такую статью расходов. Также в новом статусе стране будет легче договариваться с западными партнерами о поставках военной техники.